Здравствуйте, друзья! Первое поколение Audi Q7 было представлено впервые в 2005 году, став первым полноразмерным кроссовером в модельном ряду немецкой марки. За 19 лет существования на рынке он успел завоевать популярность, но несмотря на успех, за этот период мы увидели лишь два поколения модели. Последнее поколение было представлено почти десять лет назад, и хоть и получила два рестайлинга, уже ощущает давление со стороны конкурентов. Однако Audi готовится вернуть лидерские позиции, готовя к выходу совершенно новое поколение Q7 и его более спортивной версии SQ7. Недавно в сети появились шпионские снимки этих моделей, которые позволяют сделать выводы о значительных изменениях как в дизайне, так и в технологиях. И самое главное, что на новых шпионских снимках на новинке меньше камуфляжной пленки, и можно уже рассмотреть более детально дизайн третьего поколения Q7. Плюс появилась новая порция технической информации о новинке. И, конечно же, я не мог пройти мимо, чтобы вам о ней не рассказать. Но начнем мы, конечно же, с внешности. На первый взгляд новое поколение сохранило фирменный стиль марки. Но дизайнеры решили добавить больше динамики и современных решений. Оба автомобиля получили обновленную переднюю часть с новой светодиодной оптикой и переработанными бамперами. SQ7, как и полагается, более спортивной версией, выделяется агрессивным внешним видом. Спереди мы видим решетку радиатора с фирменным сотовым узором и три отдельных воздухозаборника, которые подчеркивают спортивный характер автомобиля. Задняя часть SQ7 получила четыре мощных выхлопных трубы и бампер с интегрированным диффузором, усиливающим аэродинамические свойства автомобиля. Стандартный Q7 выглядит более сдержанно, но все же современно. Его передняя часть украшена широкой нижней решеткой, а решетка радиатора имеет менее броский дизайн. Сзади расположены две выхлопные трубы и лаконичный бампер. Особое внимание привлекает новая система освещения. Обе модели оснащены разделенными световыми элементами и тонкой светящейся полосой, соединяющей узкие задние фонари. Этот элемент добавляет автомобилям элегантности и современности в духе современных трендов. Кроме того, Audi представила новый тип дверных ручек, которые компания называет цифровыми. Они выполнены в стиле Ford Mustang Mach-E. Интегрированные в оконную рамку элементы выглядят современно и заменяют традиционные утопленные ручки. Хотя фотографий интерьера пока нет, инсайдеры уже сообщили о значительных изменениях внутри автомобиля. В салоне нового поколения Q7 можно ожидать инновационный подход к компоновке. На основе информации о моделях Audi A6 и Q6 e-tron предполагается, что в Q7 появится изогнутый широкий экран такого же типа, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему. Этот дисплей станет центральным элементом интерьера, обеспечивая удобство и интуитивность управления. Для переднего пассажира будет предусмотрен отдельный дисплей, который позволит управлять мультимедийными функциями или отображать полезную информацию. Также ожидается появление нового многофункционального руля и усовершенствованных материалов отделки. Новое поколение Q7 будет построено на модифицированной платформе PPC, которая предназначена для моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками. Базовая версия Q7 по предварительным данным получит гибридизированный трехлитровый шестицилиндровый TFSI. Этот мотор будет развивать табун в 367 сил и крутящий момент в 550 ньютон-метров, что делает его мощнее на целых 27 лошадиных сил и 50 ньютон-метров в сравнении с текущим поколением. Этот двигатель станет более экологичным и эффективным, что особенно важно на фоне ужесточающихся экологических норм. Спортивная версия SQ7 получит знакомый четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, но возможно его усовершенствование. Текущая версия этого двигателя развивает 507 сил и 770 ньютон-метров момента, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км в час всего за 4 секунды. Предполагается, что новая версия станет еще мощнее, что позволит SQ7 удерживать лидерство среди спортивных кроссоверов в этом классе. Для любителей дизеля будет доступен шестицилиндровый трехлитровый TDI, но о нем пока мало что известно. Давайте подведем итоги. Audi Q7 и SQ7 нового поколения обещают стать не только более технологичными, но и сохранить свою уникальность. Современный дизайн, обновленные двигатели и инновационный интерьер позволят этим моделям конкурировать с новыми игроками рынка. Премьера автомобилей ожидается в 2025 году. Пока это вся информация о новинке, но как только появится что-то новое, я обязательно вам об этом расскажу. С 26 года в Формуле 1 появится новая команда, и я не шучу. Американские гиганты General Motors и Cadillac наконец получили место в самой престижной автоспортивной серии. Это событие стало возможным после того, как их первая заявка была отклонена в январе 23 года. Однако во время гоночного уикенда Гран-при в Лас-Вегасе было подтверждено принципиальное соглашение между руководством Формулы 1 и американским автопроизводителем. Инициатором заявки на вступление в Формулу 1 в 23 году стал Майкл Андретти, чья команда Андретти Автоспорт начала переговоры о партнерстве с General Motors. После отказа от первоначальной заявки стороны продолжили активно развивать проект. Недавно Майкл Андретти передал управление операционной деятельностью Дэну Туорресу, а новое предприятие будет выступать под брендом Cadillac, хотя Андретти остается в составе совета директоров. Ключевым партнером General Motors в этом проекте выступила компания TWG Global, тесно связанная с Андретти Global, материнской компанией гоночной империи Андретти. Примечательно, что это событие произошло на фоне изменений в руководстве Liberty Media, управляющей компанией Формулы 1. Уходящий генеральный директор Джон Меллоун ранее был одним из главных противников заявки Андретти. Сообщается, что он открыто заявлял, что сделает все возможное, чтобы Майкл Андретти не попал в Формулу 1. Однако Меллоун покидает пост в конце этого года, что, вероятно, сыграло свою роль в изменении ситуации. В 26 и 27 годах команда GM будет использовать клиентские двигатели, а собственный силовой агрегат дебютирует в 28 году. На данный момент неизвестно, с каким производителем двигателей будет сотрудничать команда в первые сезоны. С самого начала проекта в 23 году команда сосредоточилась на аэродинамике, разработке шасси, симуляции динамики автомобиля и программном обеспечении. Работы ведутся в Индиане, Северной Каролине и Англии. Для GM и Cadillac это не только спортивный проект, но и возможность показать свои технологии и завоевать признание на глобальной арене. Их дебют в Формуле 1 станет одним из самых ожидаемых событий сезона 26 года, так что пожелаем удачи парням в этом нелегком деле. Audi представила новое поколение Q5 в кузове кросс-купе, получившее название Sportback. Эта версия отличается более спортивным и аэродинамическим дизайном, жертвуя некоторой практичностью в пользу стиля и динамики. Главным отличием Q5 Sportback от стандартного Q5 является покатая линия крыши, которая плавно переходит в новый задний спойлер. Новинка получила уникальную форму бокового остекления и наклоненное заднее стекло, сохранив при этом фирменные задние фонари, которые могут быть оснащены цифровой OLED-технологией. Версия S-Line отличается агрессивными воздухозаборниками и диффузором с матовыми акцентами антрацит, а S-Q5 Sportback дополнена деталями в цвете Made Silver и узнаваемыми круглыми патрубками выхлопной системы. Несмотря на спортивный характер, Q5 Sportback остается практичным кроссовером. Багажное отделение объемом в 515 литров можно увеличить до 1415 литров при сложенных сидениях второго ряда, что на 58 литров меньше, чем у обычного Q5. А для любителей активного отдыха, Audi предлагает опциональные рейлинги на крыше. Интерьер Q5 Sportback идентичен стандартной версии и включает 12-дюймовую цифровую приборную панель, 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и дополнительный 11-дюймовый дисплей для пассажира. Для отделки используются материалы, такие как микрофибродинамика и ткань-каскад, изготовленные преимущественно из переработанного полиэстера, но натуральную кожу тоже можно заказать. Спортбэк построен на платформе PPC, которую он делит с Q5 и A5. На момент запуска в Европе модель доступна с бензиновыми и дизельными двигателями с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Начальные версии оснащены двухлитровыми двигателями TFSI и TDI мощностью в 204 лошадиных силы. Дизельная версия выделяется большим крутящим моментом в 400 Нм против 340 Нм у бензинового аналога. Оба варианта оснащены 48-вольтовой мягкогибридной системой, обеспечивающей дополнительную мощность до 24 лошадиных сил. Топовая версия SQ5 Sportback перешла на бензиновый двигатель для европейского рынка. Турбированный трехлитровый V6 TFSI выдает 367 сил и 550 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км в час за 4,5 секунды осуществляется через семиступенчатую роботизированную коробку передач S-Tronic и фирменную систему полного привода Quattro. В Германии стартовая цена Audi Q5 Sportback составляет 57 500 долларов, а версия SQ5 начинается с отметки 89 620 долларов, что на 2600 долларов дороже стандартных версий Q5. Заказы на новинку начнут принимать с декабря 2024 года, а в США кросс-купе появится лишь в 26 модельном году. Главными конкурентами новинки на рынке являются BMW X4 и Mercedes GLC Coupé, что делает эту модель еще более привлекательной в сегменте премиальных кроссоверов. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно и напоминаю, чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok